Экраны, зайдите еще раз в нее. У меня... Так, ваша демонстрация экрана приостановлена. Вот, а теперь заново ее запустите. Так. Так, где она у меня? Так, продолжить трансляцию. Вот, все. Есть картинка? Да, да. Коллеги, секунду внимания. Все, кто не докладчик, отключаем пока до момента возникновения обсуждения свои микрофоны, чтобы не было каких-то неприятных ситуаций, когда идет два источника звука одновременно. Выключаем микрофоны, ну и как бы кто у нас ведет первое заседание? Да, я... Так, ну, дорогие коллеги, всем здравствуйте. Я не со всеми успела поздороваться. Всем доброго утра и хорошей конференции. Значит, вот секция медиавистики у нас начинается. И я вынуждена объявить первым свой собственный доклад, который я назвала немножко иначе, чем он назван в программе и в тезисах. Несколько расширивший тему, потому что говорить о доместикации пространства, для того, чтобы об этом говорить сначала, надо сказать, обсудить то, как воспринималось вообще пространство в Скандинавии. И то, как оно воспринималось, в общем-то, характерно и для других ранних обществ, ну, скажем, англосаксонского. Но, тем не менее, это очень специфическая вещь, о которой я хочу сначала поговорить. Дело в том, что представление о пространстве вообще это как бы давно известно, и об этом много писалось. Это одна из таких фундаментальных, основных категорий и культуры, и ментальности, и восприятия вообще всего окружающего мира. Свойства пространства всегда концептуализируются в соответствии с определенными социальными категориями, общекультурными парадигмами. Однако первичные пространственные представления формируются прежде всего непосредственно чувственным восприятием, которое основывалось на практических знаниях о среде обитаниях и окружающем физическом мире. И начальной формой концептуализации пространственных представлений – это, конечно, их вербализация, то есть выражение в языке того, как представлялось себе пространство. Знание об окружающем мире, о пространстве воплощалось на именованиях географических объектов, в апеллятивах обобщающих, там, моря, реки и так далее, в конкретных топонимах. Более общие представления о пространстве воплощались в комплексе пространственной лексики, то есть лексики, которая связана с пространством, называет его или его отдельные части и так далее. Тем самым язык как бы конструирует пространство и придает ему определенные характеристики. Поэтому вот в первую очередь я хочу поговорить о пространственной терминологии, как в ней отражается представление о пространстве. Значит, выделяются такие общие семантические группы. Это пространство, как вообще абстрактная протяженность, как любая совокупность огромного количества мест и так далее. Вторая группа – это определение места или местонахождение. Ориентация пространства, границы пространства, расстояние, которыми измеряется, расстояние в пространстве и, конечно, меры длины измерения пространства. Что мы видим в языке, в древнескандинавском языке? Абстрактное пространство, как абстрактная протяженность, вообще как бы слово, термин, который бы обозначал это, ну, типа английского space, такого слова вообще нету в языке древних скандинавов. Позднее оно будет заимствовано и употреблятся уже другие слова, но, тем не менее, значит, в древнескандинавском языке не зафиксировано такое слово. То есть понятие физического пространства, как абстрактной протяженности, не свойственно вообще менталитету древних исландцев, древних скандинавов. И в древнескандинавских языках отсутствуют слова для обозначения пространства как такового. Наиболее близкие лексены с значением пространства – это хеймор, ланд, статар и рюм. Что они из себя представляют? Хеймор. Мир как место обитания, в первую очередь. Это первое значение. Значит, я пользовалась словарем древнескандинавской прозы, датским, копенгагенским словарем, и Клитбе Викклсоном, конечно. Значит, мир как место обитания. И синонимично слову «нанда», в общем, во многих случаях. В мифологическом пространстве огромное количество, целый ряд миров. Ну, например, вот я помню девять миров, говорит Валуспа. Девять мифологических миров хейма. Мир альфов, мир асов, мир людей Манхеймор. Аналогично употребляется Маннланд или Годланд и так далее. Во-вторых, это группы людей, прежде всего, скандинав. Льолхеймор, Двалархеймор, собственно, обиталище. Очень интересная фраза. Следующая, Татмону и так далее. Это должен быть их корабль, который имеется у людей вне здешнего мира. И который они называют Драмоном. То есть мир скандинавов хеймор и мир вне, в данном случае, греческий, византийский. В скандической поэзии употребляются выражения Двалархеймор, просто место обитания. Льолхеймор, мир людей и так далее. Далее, это область на земле или небе. И, соответственно, употребление в топонимах. Хеймор, употребление в топонимах, как форманта, соответственно. Как правило, это населенная область. Скажем, Йорсала Хеймор, Аустер Хеймор, восточный мир. Йорсала Хеймор, Йорсала Ланд варьируется. Земля, мир Иерусалима, святая земля. Слово Хеймор, соответственно, присутствует в топонимах в качестве географического форманта, термина, в названиях поселений в основном деревенского типа. Сольхеймор в Исландии, какой-нибудь Транхейм в Норвегии, Вархейм в Южной Швеции и так далее, и так далее. Огромное количество их. Далее значение. Этот мир в противоположность Хеймор или другим мирам. Например, в Алуспе. Несколько примеров, в том числе Крингла Хеймсин, скажем. Этот мир и другие миры в Ньяле. Между миром и Хель. Разнообразные выражения. В церковной литературе уже позднее, в XII веке, начинают употребляться слова Хеймор в значении латинского mundus. То есть как раз уже в более общем таком значении. Слово Хеймор родственно. Слово Хейма, дом, жилище. Хейм, домой, по направлению к дому. Хейма, находиться дома. Производные Хейма, боль, усадьба, живой дом. Хейма, фризер. Мир дома. Юридический термин. То есть защищенность территории усадьбы, на которой нельзя производить разные противоправные действия. Значит, вот понятие Хеймор. Самое общее, в котором все привязано к человеку. Это дом, усадьба, мир, в котором живет человек. Или мифологические существа. Но в любом случае это обитаемый мир. Второе слово land – это область пространства. Какая-то территория, какой-то ее участок. Занять землю, исследовать землю. Выражение land slidang – ледунг определенной области, определенной территориальной единицы. В рунической надписи одной говорится о человеке, что он быстро маналанди, там двое погибло. Лучшие люди в земле, в области определенной той, в которой они жили, в Сёдерманланди. Радолендум – править землей, управлять королевством и так далее. Утанландс, буквально вне земли, в различных контекстах имеет разное значение. Вне Исландии, для исландца, вне Норвегии, для норвежца и так далее. И, конечно, слово land широчайшим образом используется в хранимах. Этноним или название города плюс land. Фракланд, Энгланд, Йорсалаланд и так далее, Ромаланд и так далее. Кроме того, это участок, принадлежащий человеку или обществу. Пример из Эрбюги саги. Арнгель подчинил себе, захватил обе земли. Ульварсфелла. И, простите, я плохо читаю, здесь для меня мелко очень. Орвикс Стадер. Значит, вот захватил две земли, то есть два участка земли. И, наконец, значение суши в противоположность морю. Значит, опять эта территория, территория, связанная с человеком, с миром человека. Что-то вне положенное ему. Стадер. Место, местонахождение. Местоположение человека или предмета в пространстве. В одном месте в Англии, например. Эйгель поехал на север в Вик и далее в Ослофьорд. И велел поставить свой корабль на место другого корабля. В другом месте и Анон Стадер и так далее. Компаунды со Стадер указывают на место жительства или местонахождение человека. Стадфеста, постоянное место жительства, усадьба, резиденция или местонахождение какого-то предмета. И, конечно, употребляется широко в топонимах. Ну, просто Стадер, город Норвегии и так далее. Рум. Место, местонахождение человека или предмета. Пространство, занимаемое кем или чем-то. Соответственно, это комната, место для сидения, спанья. Любое, в общем, пространство для использования человеком. Значит, снова мы видим вот эту привязку к человеку. Значит, ориентации. Об ориентации я много говорить не буду, потому что Татьяна Николаевна много об этом писала и хорошо писала. И поэтому все мы уже знаем и выучили, что деление Айкумены на четыре части. По сторонам света. Аустер, Цудер, Вестер и Нордер и так далее. Важную роль в определении местоположения в пространстве играли наречия разнообразные. Анализ значений комплекса наречий и предлогов, выражающих пространственные связи, показывает, что, и я цитирую здесь работу Леонарда, Стефана Леонарда, что существовала высокая степень концептуальной и семантической преемственности между норвежцами в Норвегии. Извините, у меня вдруг Касперский вылез. Между норвежцами в Норвегии и подселенцами в Исландии. И что очень интересно, не только использовались те же самые термины, но они использовались таким образом, как будто исландцы все еще продолжали жить в Норвегии. У нас пропала ваша презентация. Теперь это Касперский у меня жаждет обновиться, сообщиться и так далее. Ориентация в пространстве достаточно специфична для Скандинавии. И это, в общем, как бы известно, и я об этом больше говорить не буду. Что представляют собой границы? Границы имели, видимо, огромное значение в жизни просто общества, потому что это границы участков, границы земельной собственности, границы позднее государств или племенных объединений в более раннее время и так далее. Поэтому для обозначения границ существует большое количество слов. Границы имеют любая часть пространства. От усадьбы, которая может огораживаться забором, а может быть просто как бы известна по каким-то естественным признакам, и до Айкумены. Целиком границу, которой составляет окружающий океан Усть-Юрт. Терминов для обозначения границ много, как вы видите. Это и Энди, конец, предел. Также Энди-Мерк, Энди-Мерк и так далее. Марк, знак, вообще знак, знак собственности, но в то же время и граница. Рубеж и неживой знак, то же самое. Мерки, нежа граница. Производный Ландомерки, неживой знак, знак, отмечающий границу между владениями. И, наконец, Ландомерри, пограничие, фронтир. Чрезвычайно важное понятие, на котором фронтир, где сталкиваются или соединяются, или разъединяются разные хеймеры. Измерение пространства. С измерением пространства очень любопытная вещь происходит. Мер для измерения пространства в эпоху Викинга просто не существует. Есть меры длины, мелкие Альн, Фадом. Они как бы в пределах для измерения тканей, каких-то предметов и так далее. Они не превышают двух метров в длину. Поэтому чрезвычайно интересно вот это отсутствие объективных, абстрактных, отвлеченных от человека мер длины. Слова Миля, заимствованно в Западной Европе, появляются в источниках в XIII веке, в XIII веке, в XIV веке. И словарь Копенгагенский отмечает всего шесть случаев его употребления. То есть крайне редкое слово. Слово Вика, которое тоже потом стало употребляться как мера длины, это в сагах это расстояние от мыса до мыса в Исландии. То есть расстояние близкое и как бы такое привязанное к местности. Как измеряется расстояние, тем не менее? Днями пути из Норвегии от стада до какого-то места, до Форейска, Форея, четыре дня плавания. А оттуда еще три до Исландии. Один день плавания от Хорна до Хьорлисхауда. Один день пути, причем это измерение днями пути, это и плавание по морю и по суше. В дневнике Аббата Николая без конца повторяется вот это сколько дней пути он ехал, сколько дней он ехал от одного места до другого. И оттуда два дня пути до Ферду-Боргар. Еще возможный способ измерения это количеством привалов. Сколько привалов было сделано по пути. Причем переход между привалами может быть самый различный. В зависимости от местности, по ровной местности. По дороге и хорошей дороге это одна скорость, по лесным зарослям это совсем другая, или по горам совсем другая скорость. Но вот привалы все равно делались и по ним тоже считали. А затем идет тот лес, который называется Каларског. И 16 привалов, и 6 привалов, и 20. 26 привалов на этом пути. Таким образом, опять же, вот объективного, оторванного от человека измерения пространства не существует. Оно измеряется деятельностью человека, его передвижением в пространстве. Таким образом, как мне во всяком случае представляется видение исландцами в первую очередь, ну вообще скандинавами пространства. Значит, во-первых, конечно, как я уже сказала в начале, понятие физического пространства как абстрактной протяженности не свойственно вообще менталитету древних исландцев. И точно так же вот в работе Мишеле, скажем, показано, что оно не свойственно и англосаксам точно так же. То есть оно не концептуализировано, такого понятия общего нет. Вот в древнескандинавских, в древнеанглийском языке отсутствуют слова для обозначения пространства вообще. Пространство состоит из отдельных участков, оно дискретно. Хотя эти участки и соединяются как бы границами. Пространство всегда обитаемо и оно всегда привязано к человеку, к человеческому восприятию или другому существу, там альбам, асам и так далее, мифологическим существам. Участки пространства всегда принадлежат кому-то. Они не сами по себе, они не просто так, а они имеют хозяина. Они принадлежат кому-то. Любой участок пространства от минимальной усадьбы до Айкумена целиком имеет границы. Пространство измеряется передвижением по нему человека, то есть неразрывная связь пространства с жизнедеятельностью человека. Пространство отчеловечено. Как же это пространство доместицируется? Можно выделить несколько уровней доместикации пространства. Это мифологический уровень, космологический миф о создании Земли из тела великана Имера. Как бы пространство возникает, земля, ланд появляется. Легендарный уровень. В первую очередь, это, конечно, легенда о миграции скандинавов, которую я называю легендой азиатской прародины скандинавов, которая имеет несколько вариантов. Это библейская ценовина, троянская от Фредегара и так далее. Но есть и, собственно, скандинавская, как мне представляется, связанная с Северным Причерноморьем. Это год традиция. Годская эпическая традиция. Я делала как-то доклад об этом, поэтому я подробно говорить не буду. Это сохранение годской эпической традиции в песнях Люэде. Топанинической традиции, скажем, название Днепра-Данапр, античное, в противоположность названию Непр, собственно, скандинавскому и так далее. Мотив Северопричерноморской прародины мог сформироваться на основе памяти о миграциях на север, потому что основной поток-то шел на юг, конечно, но какая-то часть племен или части племени возвращались обратно на север. Некоторые из восточнославянских племен, в частности Герулы, очевидно, после нашествия гунов, а может быть, и какая-то часть Готов, возвращались на север, куда они принесли и руническую письменность в том числе и так далее. И эти воспоминания о ранних миграциях, в ходе которых были принесены иготская эпическая традиция, они актуализировались в эпоху викингов многочисленными походами на Руссию-Византию. И традиционное представление о Свеоланде, Свит-Йод, как о новой родине конунгов-инглингов, потомков Одина, могло обусловить использование того же хоранима Свит-Йод с определением Великой и для обозначения их родины. Ну, как обычно, вот эти противопоставления Великое и Малое. И самая главная форма доместикации пространства – это практическая, конечно, доместикация. В первую очередь это конструирование пространства, его структуризация, то есть выделение четвертей по сторонам света и отнесение той или иной четверти к определенной части света. Выделение центра – властного, религиозного, исторического, центр и периферии, противопоставление центра и периферии, которые тоже структурируют пространство. И затем, ну, наиболее часто, как бы, упоминаемое – это, конечно, имя наречения. Причем с имя наречения, как бы, общеизвестное я не буду говорить, а вот мне представляется, что интересно, вот такая вещь. Значит, в областях скандинавской колонизации, то есть в Восточной Европе, в Англии, в Франции новых… Простите, пожалуйста, регламент. Да, 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 заканчиваю. Наделение именем новых объектов области и поселения. Им даются новые названия, оригинальные на скандинавском языке. Достаточно редкое явление. Собственно, мы его видим в основном на северо-западе Восточной Европы. А вот обычной формой именно речения является использование местного наименования, вот его передача с добавлением или без добавления скандинавского формата. Вот это, пожалуй, все, что я хотела сказать основное. Спасибо большое за внимание. Как мне убрать это самое… Так, пожалуйста, вопросы. Нажмите на кнопочку «Свернуть демонстрацию экрана». Какую кнопочку? Просто «Свернуть». Да, «Демонстрация экрана». Так, а это мне надо, наоборот, развернуть. Господи, опять лезет что-то. Ленгсана, вверху, в самом экране остановить демонстрацию. Так, вверху, в самом экране дополнительное. Остановить демонстрацию экрана. Так, ага, вот. Так, остановить совместное использование. Надеюсь, это то. Ага, есть. Все, теперь всех вижу. Так, я Руба поднялась. Так, вопросы, пожалуйста. Вот у меня горит желтенько, я могу сказать голосом, что у меня есть. До свидания, пожалуйста. Спасибо. Так, Елена Александровна, вопросов много, но времени, думаю, мало, поэтому только один. Вы сказали, что пространство всегда обитаемо. А как же нам с вами быть с О-Бюкзир? Оно ведь пространство значимое, нередко отмечаемое. Это то, что было у меня вот в последней книге. Это то, что значительная часть Гренландии, вот этот вот мост суши, там все время подчеркивается, что за обитаемыми регионами расположены О-Бюкзир. И они в общую картину пространства вписаны. Вот как вы это рассматриваете? Это как раз то, что все время подчеркивается, что оно не заселено, как раз и показывает значение заселенности. Понимаете? Я понимаю, но оно пространство. Вы просто... Ваша декларация была, что любое пространство должно быть... Вот оно, я записала, всегда обитаемо. Да, так как раз указание на то, что оно не заселено, подчеркивает его исключительность. А, хорошо. То есть как раз от обратного. Ну там надо немножко, просто, по-моему, надо немножко четче сказать. Да, конечно. Мы думаем об одном и том же, но по-разному это... Да, мне просто не пришло в голову сама У-Бюкз, потому что оно как раз очень хорошо вписывается. Иначе нечего бы было об этом говорить. Естественно. У меня еще есть соображения по поводу Вика, но это у меня тоже включено в доклад. Так что мне придется про это говорить, про то же самое, но в другом ключе. Все, я убралась. Хорошо. Да, еще вопросы, пожалуйста. Можно вопросы? Да, конечно, Инночка. Можно, да. Я хотела спросить про вот два топонима. Один хель, вот связан ли с доместикацией, но то, что это одновременный персонаж и пространство. Да. Вот, и второй вопрос про гинунга ГАП. Сейчас, одну минутку, сейчас я запишу хель, пространство и фигура. Ну, антропатный фактор такой вот. Да, да, да. Очень замечательная вещь, да, Инночка? И второй вопрос про гинунга ГАП, вот про, ну, как бы такая космогенизация, что ли, как средство доместикации пространства. Вот, что вы об этом думаете? По поводу гинунга ГАП, я как раз думала, когда говорила о Мировом океане, вот, дело в том, что с гинунга ГАП вообще сложная вещь, и надо отдельно подумать и поговорить об этом. Потому что ведь временами гинунга ГАП отождествляется с умностью. Поэтому здесь вот, в общем, это надо покрутить еще. Гинунга ГАП как бы связывает вот эту мифологическую картину с практической, если считать умностью, практической стороной. Ну, для них, конечно, это практика, потому что со всех сторон море. То есть вот это связь разных уровней, разных систем, что ли. Надо подумать, потому что, может быть, есть еще какие-то вот такие переходы, которые очень любопытные. Но в данном докладе я не собиралась даже об этом говорить, ну, потому что просто и объем не позволяет время. Вот, но об этом стоит подумать. Я записала себе. Спасибо большое, Инночка. Елена Александровна, дополнение крохотное. А там ведь гинунга ГАП как один из проходов между внутренним морем и внешним океаном. В одном из ваших географических сочинений, помните? Да, 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 да. Нет, гинунга ГАП, по-моему. Да, дело в том, что вообще гинунга ГАП – это такое ускользающее обозначение. Оно вот плывет. Видимо, уже в 12-13 веке плохо себе представляли, что это такое. Вот в мифологической картине, в реальной картине. Вот как это соединить и так далее. Так что с гинунга ГАПа вот тут особая проблема, как мне представляется. И с Хейль тоже вот антропоморфизация, антропоцентрическая такая вот как бы вот фактор. Вот именно персонаж и пространство вот тоже очень интересный. Да, да, да. Пожалуйста, еще вопросы. Так, да, пожалуйста, Светлана Игоревна. Да, да, да. Спасибо вам огромное за ваш интересный доклад. У меня очень профанный такой вопрос. Мне просто было бы интересно узнать, а когда в скандинавских языках появляется какой-то термин, который обозначает пространство как абстрактную категорию? Это уже за пределами средних веков или нет? Зависла. Простите, вы слышали мой вопрос, нет? Вот, нет, не слышала. Извините, пожалуйста, это какая-то техническая. У меня вопрос, когда возникает некий термин, который обозначает пространство как абстрактную категорию? Это за пределами средних веков или все-таки в течение этого периода? Нет, это в средние века в крестьянской литературе, церковной литературе. И приходит, но отражается достаточно поздно. Насколько я понимаю, в 14 веке, уже, может быть, в конце 13 века, в церковной литературе. То есть это с конкретной, скажем, руководствием. Понятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Олеги.